Здравствуйте, уважаемые слушатели вебинара. Начнем наше познавательное выступление. И сегодня мы расскажем вам о второй части серии наших вебинаров, посвященных проектированию и управлению строительством. Этот вебинар посвящен Assistant Build. И здесь мы расскажем, как использовать BIM-модель на строительной площадке. Давайте немного поговорим о том, кто у нас сегодня выступает спикерами. У микрофона я, Мологов Антон, продакт-менеджер по направлению строительных решений в компании CSD. Со мной Павлов Андрей, руководитель группы разработки Assistant Build в компании Нефтехим Инжиниринг, которая является разработчиком Assistant Build. Вкратце о содержании мы рассмотрим, конечно же, современные задачи строительства, как мы подготавливаем информацию для передачи в Assistant Build. Далее, в живом показе Андрей Павлов вам продемонстрирует, как Assistant Build взаимодействует со строительной площадкой. Разберем преимущества применения Assistant Build и ответим, конечно же, на все ваши вопросы. Небольшой экскурс в историю. Компания CSD является у нас крупнейшим дистрибьютором Autodesk в России. Мы специализируемся на направлении программного обеспечения для проектирования и строительства. На рынке Sabre присутствуем с 1989 года. Также являемся дистрибьютором других решений, таких как V-Ray, NTP-трубопровод и, конечно же, мы эксклюзивный дистрибьютор Assistant Build. Несколько слов о разработчике Assistant Build. Компания Neftechim Engineering имеет большой опыт в проектировании нефтеперерабатывающих, нефтехимических и металлургических торслях. Этот опыт они применяли в том числе не только в проектировании, но и применяя Assistant Build на строительных площадках. Большой опыт работы с иностранными агентами и, конечно же, нефтехиминг-инженеринг, разработчик и ряда других решений, интегрируемых в линейку продуктов Autodesk. Давайте перейдем здесь к задачам строительно-инвестиционного проекта. Что, собственно говоря, важно для этого? Какие у нас задачи бывают на этапе строительства? Что перед ними стоит и что ставит для себя каждый из участников стройки? Во-первых, для самой главной, что нужно инвестору у нас, это соблюдение бюджета, в лучшем случае его сокращение. И для этого, конечно же, необходимы инструменты контроля, анализа плановых фактических показателей, стоимостные, отчетный материал. Генеральному подрядчику нужно иметь доступ к строительной информации, получать ее оперативно и, главное, иметь возможность инструмента обмена, в том числе и с подрядными организациями. И для него также важен соблюдение графика строительства. Мы же все еще хотим уложиться в бюджет. При этом нам необходимо контролировать поставки материалов и оборудования согласно графику поставок этого оборудования, в том числе и график поставок, и работы трудовых машин, ресурсов, механизмов. Чтобы каждый участник пришел к своей цели, необходимо повысить качество управления строительством. Ведь в текущей ситуации, если мы перешли к новому уровню проектирования, применяя BIM-модель на этапе проектирования, но на этапе строительства BIM-модель не используется или используется только в качестве 3D-визуализации. И для этого есть новые подходы того, когда информация для этого объединяется и используется как единое целое. В том числе я всем также напоминаю, что BIM – это источник в первую очередь информации, и он также служит на всех стадиях проектирования. В том числе BIM служит для возможного создания необходимой материально-ресурсной базы. Мы можем посчитать, мы можем создать с помощью информационной модели, в том числе и смету. О том, как это создать, я расскажу вам немного далее. Но в целом концепция Assistant Build такова. В основе всей информации лежит информационная модель. На ее основе мы формируем проектно-сметную документацию, разрабатываем графики строительства и согласуем проектную логистику. Владея подобной всей информацией, без использования подобной системы, как Assistant Build, получается достаточно большой объем информации, который разрознен и не согласован между собой. Следовательно, нам нужно просто эту информацию объединить в единую платформу, предназначенную для структурирования этой информации, внесения изменений и работы с ней. Для реализации, конечно же, этого подхода была разработана система Assistant Build. Она объединяет нас в единую платформу. Все то, что я уже перечислил, и результат этой объединенной информации позволяет представить набор инструментов для аналитической оценки хода строительства, принятия управленческих решений и, в том числе, контроля работы, выполняемых подрядными организациями. Также нужно подметить еще немаловажный факт, то, что Assistant Build – это клиент-серверное решение. То есть, Assistant Build не использует облака. Сервер с всей информацией, обработкой, так называемый «тонкий клиент» устанавливается у вас в организации, и с клиентских мест вы уже подключаетесь к серверу. Для этого необходимы никакие клауд-единицы, и также нет необходимости доступа в интернет. Поговорим о подготовке информации для этапа строительства. Как известно, просто так у нас информационная модель строительной не становится. Конечно же, предварительно нужно сказать о том, что и на каких платформах можно разработать информационную модель. Мы, конечно же, придерживаемся того момента, что при проектировании базовой информационной модели, перед тем, как она у нас станет строительной информационной, нужно подходить комплексно с планированием территории разработки генплана, где мы в InfraWorks создаем информационную геоподоснову, и далее уже в Civil 3D мы можем наложить реальные геологические изыскания. Разработка плана и основной модели у нас, конечно же, происходит по флагманскому продукте Autodesk – это Revit. И также дополнительные инструменты для расчетов, о которых нельзя забывать, в том числе для проектирования разделов электрики – это R-Chain Electrica от сторонних производителей и Project Studio. Также Advanced Steel у нас есть для расчетов и моделирования узловых соединений. И если, допустим, тот софт, который вам представлен на слайде, присутствует в коллекции, будет не подходить, можно также интегрироваться с другим софтом через формат IFC. Поскольку разработку плана, как я сказал, происходит в достаточно большом количестве программ, и в том числе обработка информации, и работают над проектом не один человек, важно очень подойти к координации разделов и визуализации всей составляющей. Здесь нам, конечно же, поможет Navisworks для постановки и правильной координации всех разделов в один проект и в одно здание. Мы можем проверить все на коллизии. Здесь мы поговорим о том, какие у нас существуют плагины, с какими программами Autodesk мы интегрируемся. Конечно же, это Revit, Plant 3D и Advanced Steel. Также у нас недавно было разработано приложение для Civil 3D. И сюда, на этот слайд, я еще не включил один из ключевых плагинов. Это плагин для Navisworks. Также с помощью него мы можем интегрироваться и с другими саппор, в том числе с Tecla Structures и Aveo PDMS. Закончили, поскольку мы с информационной моделью можем перейти и к другим этапам. Как я говорил ранее, на основе информационной модели мы можем сформировать смету с помощью программного комплекса 5D SMET, разработанного также российскими разработчиками. Данный комплекс у нас позволяет автоматизировать процессы составления смет и обеспечить интеграцию Revit, биоплатформы нашей, в которой мы проводим всю разработку модели, со сметными программами, где у нас может произойти итоговый выпуск документации. Общая схема выглядит следующим образом. Из Revit мы выгружаем физические и количественные характеристики. Далее мы в модуле привязки сметных норм назначаем соответствующие нормы, в том числе ресурсные поправки. И присвоенная информация у нас уже переходит, импортируется в любую сметную программу. Для импорта из других программ Autodesk мы также можем использовать формат Excel. И сейчас мы еще перейдем к такой немаловажной информации, как интеграция с другими платформами и интеграция с графиками. Со сметами мы уже закончили. Здесь немаловажно будет подметить то, что разработчики достаточно гибко относятся к всем возможным интеграциям и есть возможность проработки интеграции с текущими ERP-системами. В данный момент подготовлены интеграции с 1S и SAP. Интегрироваться также можно через открытые форматы, в том числе через форматы Excel, CVC и другие. Что касается календарных графиков и календарного планирования, в Assistant Build есть инструменты для собственного планирования как раз-таки календарного графика. Но если у вас уже есть подготовлен календарный график и вам более привычно выполнять его в том программном обеспечении, которое есть, у нас подготовлено 2 интеграции для Microsoft Project и для Oracle PrimaryWare. Возможно, они будут более привычны для вас и понятны. И вам не потребуется составлять графики в Assistant Build. Я, наверное, немного пропустил информацию о том, что у нас информационная модель становится строительной с добавлением определенных атрибутов. К сожалению, я этот слайд упустил. Надеюсь, Андрей в своем выступлении покажет возможность плагина в Revit и покажет, как загружается информация в Assistant Build. На этом этапе я хотел бы передать слово Андрею Павлову. И мы сейчас увидим самую интересную часть вебинара, живое выступление и демонстрацию Assistant Build. Спасибо, Антон. Конечно, покажу загрузку из Revit. Экран мне передайте, пожалуйста. Антон, мне экран. Так, коллеги, мы на прошлой встрече разговаривали об электронном архиве, а на этой поговорим уже об использовании его в строительстве. Что дает нам тот электронный архив? В данном случае это наша система, в частных случаях это могут быть другие системы, PDM-системы для того, чтобы получить из них информацию о проекте. И какую информацию предоставляет электронный архив. В данном случае на экране подготовил проект какой-то, здесь у него какая-то структура есть. При этом из электронного архива я получил структуру этого проекта в виде этапов, титулов, разделов, архив документации, рабочей документации, которые версионируются, как мы рассматривали, в части с электронным архивом, предыдущие версии документов, то есть наверху актуально и ниже предыдущие. И получил из электронного архива модели, информационные модели в виде исходников Revit, Advanced Steel, Plant 3D и так далее. И сформирована структура проекта, сформированы, получены из системы электронного архива перечень разделов системы. И на одном из них сейчас посмотрим, как загрузить информационную модель в систему. В данном случае на разделе отопления и вентиляции хочу показать, пораздельно хранятся модели вот в виде таких плиток. И в данном случае по разделу OV система мне показывает, что спецификация в системе не найдена. Это значит, что эта модель в систему еще не загружалась, что мы сейчас и сделаем. Также в системе хранятся сборки в формате Navisworks при необходимости. Если вам удобно работать с Navisworks, то хранить можно и Navisworks. Если нет, то модели хранятся в нативном Assistant Build формате. Модель этого раздела сборка в Navisworks. Здесь также в Navisworks плагин, который позволяет получить информацию об объектах в модели. Исходник. В данном случае информации здесь сейчас нет, потому что модель еще не загружена. Сейчас мы эту модель загрузим, мы увидим наличие информации об элементах этой модели. Модель в исходном формате открывается в Revit. В Revit интегрирована надстройка Assistant Build, которая позволяет связать объекты этого раздела со структурой проекта. И с помощью инструментов плагина привязать ее к блокам строительства, к заданиям на строительно-монтажные работы, указать факт. И я ее сейчас сразу экспортирую в Assistant Build. В данном случае у меня уже указан раздел, в который нужно экспортировать. Экспортируется спецификация. Проходит экспорт спецификации из модели. Вычитывается на данном этапе геометрия модели, сохраняется в Assistant Build, чтобы дальше работать уже без Nevis, без Revit. Начался экспорт информации в базу данных. И на данном этапе модель загружена в систему. Возвращаюсь в систему. И в первую очередь смотрю по спецификации. Ну, здесь, конечно же, сохранилась история о том, кто когда внес спецификацию объекта. И в структуре проекта теперь появилась спецификация, разнесенная по отдельным блокам строительства. То есть, это информация о модели. Здесь в информации каждого элемента видно, когда, кто и из какой модели ее загрузил. В данном случае это у меня OV-ISM 9. Если вернуться к визуализации, то уже нет планки, что модель не загружена, модель уже в системе. Рассматривая Navisworks, то из Navisworks надо переоткрыть эту модель. И будет информация в Navisworks по этим элементам. Кроме этого, модель появилась в структуре моделей Assistant Build. Раздел ОВ. И эта же модель теперь отображается в системе. Здесь возможность работы со спецификацией этой модели. выделенные в спецификации элементы отображаются на модели. И в случае, если работа происходит в Assistant Build с моделями, то здесь появляются и другие дополнительно удобные возможности. Например, подгрузка других разделов к модели. В данном случае у меня ОВ выбрала. подгрузил КЖ, что не очень интересно. А вот интересно, например, с металлическими конструкциями. Загружена модель. При этом можно отдельно работать с моделью ОВ. Или, например, выделить факт на модели. То есть это то, что на данный момент фактически смонтировано. Далее в этой же модели есть возможность работать с заданиями. Ну, как я сказал, здесь можно получить информацию по отдельным элементам модели, которая говорит о расположении в проекте, показывает номенклатуру, объем, информацию о фактическом монтаже, о том, кто создал этот элемент, из какой модели, и информацию о привязке к заданию на строительно-монтажной работе. Но к нему мы вернемся позже, будем рассматривать подробнее карточку. Вообще, задание на СМР это один из основных объектов системы, вокруг которого все построено. И работая с перечнем заданий, то тоже можно, выбирая задания в списке, наблюдать, можно выбрать объемы работ. Работа с отдельными подрядчиками, например, выбирая подрядчика, можно наблюдать эти объемы подрядчика на модели. Также в этой модели можно, например, регистрировать нарушения для стройконтроля к общему реестру нарушений. Мы вернемся, но конкретно нарушения для этой модели можно видеть отсюда. Для этого нужно указать в модели какую-то точку, будет открыто окно регистрации нарушения и заполняя ее возможно зарегистрировать нарушение. например, нарушена технология приготовления бетона. Указать, кто ответственный за устранение этого нарушения, приоритет, статус и так далее. Автоматически нарушение связывается в системе со структурой проекта, с блоком строительства, с заданием, к которому оно относится и отображается на модели в виде маркера. Выбрав такой маркер, можно получить информацию об этом нарушении, привязанную нормативно-техническую документацию, привязанные предписания. Если смотреть связанные с этим нарушением объекта, как в данном случае задание подрядчику, то в его карточке, в карточке этого задания также будет ссылка на это нарушение, откуда можно обратиться к нему, посмотреть его параметры, поставить отметку обустранения и соответственно попадает в общий реестр также. Кроме этого, в модели можно фиксировать и фотофакт. Есть общий реестр фотофакта, общий реестр посмотрим позже. И есть возможность например, выбирая какой-то элемент, привязать фото, видеоматериалы, они также автоматически привяжутся к блоку строительства, в котором находится этот элемент, выбранный на модели к заданию и будут отображены в его карточке. И выбрав место, где нужно разместить фотографию, создаем и на модели эти места также будут отмечены маркерами. Выбирая такой маркер с фотографией, можно открыть фото и посмотреть. Далее, в системе нужно сказать, что инструменты разделены на четыре основных блока. Проект это то, что связано с информацией проекта, с разработкой проекта, с подготовкой информации. Штаб строительства то, что связано с непосредственно управлением, контролем, анализом. Площадка строительства здесь инструменты, которые связаны с работой с подрядными организациями и логистикой. Здесь инструменты для работы с материально-техническим обеспечением, с оптимизацией. Вернусь к площадке строительства. Задания распределены по блокам строительства. Создаваться могут из справочника типовых объектов или вручную. В данном случае выбран раздел ОВ и отдельно по блокам строительства можно выбирать по структуре проекта и так далее. Задание блока строительства системы отопления. По каждому заданию из справочника видов работ указан вид работ, указан подрядчик, сроки по целевому оперативному плану, процент выполнения, единица измерения от основного ресурса, плановый и фактический объем. В данном случае плановый объем получается на основании информации модели, то есть после загрузки модели в систему в каждом задании формируется плановый объем и после внесения факта в заданиях формируется фактический объем. Факт есть, например, по разделам КЖ по этому проекту и здесь можно видеть в самом задании, что, например, выполнено 100% плановый объем, фактический объем и в карточке каждого задания содержится дополнительная информация это вид работ по справочнику видов работ, название основного ресурса, единица измерения основного ресурса, кто выполняет данное задание, календарь может быть отдельным на каждое задание, может быть общим на проект, далее спецификация полученная из модели, то есть это элементы модели, которые были загружены сюда при загрузке модели. В расчете стоимости трудозатрат здесь сметные расценки, если задания рассчитываются на основе данных смет, либо могут быть единичные расценки внесены. На основании этого рассчитывается стоимость, трудозатраты основных рабочих, трудозатраты механизаторов. Дальше я вернусь к тому, как загружается смета в систему и после загрузки смета может быть распределена по заданиям для того, чтобы рассчитать трудозатраты основных рабочих механизаторов и рассчитать стоимость. Информация о строительной технике, о сметной и той, которая реально присутствует на площадке, они сопоставляются и таким образом задаются соответствия техники из сметы и техники, которая на площадке. риски по каждому заданию, которые также отображаются в графике. Диаграмма выполнения задания по целевому плану, по оперативному плану и на основании данных фактических с площадки. Дополнительные атрибуты и связанные объекты. Как видите, к этому заданию привязаны исполнительная документация из общего реестра исполнительной документации, фотосъемка, чек-листы. Чек-листы применяются для контроля качества выполнения работ, как и строительно-монтажных, так и работ по проектированию. Привязаны нарушения семейства для разработки этих BIM-моделей и какая-то дополнительная информация, например, по нормативно-технической документации, архив дополнительной информации, дополнительных файлов и привязки, если данное задание создано из справочника типовых объектов, типовых заданий, либо типовых блоков строительства. Еще вернемся к ним. Все эти задания, распределенные в структуре проекта, отображены в графике. В график включены, кроме строительно-монтажных работ, могут быть и другие этапы проекта, например, разработка рабочей документации, ввод и эксплуатацию, или работы по поставке оборудования, тендерные процедуры и так далее. Вернусь к разделу ОВ. Вернусь в данном случае, как говорил Антон, график может быть сформирован в самой системе, но в этом проекте он загружен из Primavera. Здесь есть инструменты подключения к Project и Primavera и инструменты обновления из Primavera, передачи информации в Primavera и в Project. И можно работать исключительно в системе Assistant Build. Здесь указаны связи. Над каждым заданием, если рассматривать ОВ, здесь видна отметка, которая обозначает риск, красная означает, что есть нерешенные риски, и зеленая обозначает, что все риски решены. Дальше мы увидим, как используя информацию из Assistant Build, анализировать риски, чтобы принять какие-то управленческие решения для нивелирования этих рисков. Следующее. Загружаются в сметы, инвесторские сметы в систему для расчета объемов трудозатрат. Тут нужно сказать, что могут быть загружены сметы, а можно использовать встроенные справочники, которые могут редактироваться с единичными расценками или со сметными расценками. И при вставке объектов в проект они уже автоматически будут иметь информацию о трудозатратах на единицу объема и стоимости единицы объема. В данном случае в этом проекте загружена смета из программного комплекса GrandSmeta. При этом в системе сформирована информационная модель сметы, которая включает разделы сметы, позиции сметы, то есть структура сметы, позиции сметы с информацией о дополнительных материалах, о машинах, инструментах и механизмах, о затратах труда рабочих и затратах труда машинистов. Также информация по стоимости, расценки на единицу и информация об основных материалах. Эта информация здесь отображено, что позиция привязана к заданию на строительно-монтажные работы, то есть то задание, которое мы уже смотрели. Простите. Так, таким образом загружаются сметы. Сметы также хранятся по раздельной структуре проекта, то есть выбрав несколько разделов или титул можно отфильтровать и увидеть эти сметы. Далее, вся информация, вся информация, вся исполнительная документация, которая в огромных количествах продуцируется на стройке, привязывается в систему, связывается с реестрами, а реестры связаны с отчетными периодами, связаны со справочником подрядчиков, кто выполнял работы. Есть общий реестр документов, то есть весь по проекту здесь, если не использовать фильтр по проекту, то отображено все, при этом все файловые архивы, они хранятся в системе и к ним нет доступа, например, из файловой системы и тут исключен несанкционированный доступ, изменения, записывается информация в базу данных, о том, когда кто-то заменяет файл, удаляет, и происходит это только если у пользователя есть доступ согласно ролей в системе. Ну, вернемся к архиву исполнительной документации, общий реестр, в который привязываются документы, здесь информация о том, к какому реестру, к какому подрядчику привязан этот документ, к каким объектам и заданиям относятся, то есть вот это отношение позволяет получить доступ к документам из карточек заданий, из карточек в структуре проекта, и дальше возможность фильтрации по объектам, например, по ВФАКТа еще нет, нет исполнительной документации, и есть исполнительная документация по КЖ, например, то, вот то, что касается земляных работ, например, то, что касается свайных работ, или все то, что касается всего раздела КЖ, общий реестр для раздела КЖ, все его документы, ну и соответственно, из каждого реестра исполнительной документации, также есть ссылка на общий реестр, на общий документ. Точно таким же образом работает реестр фотосъемки, здесь, например, хранятся все фотографии, хранятся в общем реестре, есть информация о привязке к объектам и к заданиям, также применяется фильтр по структуре проекта, например, только то, что касается железобетонных работ, найду сейчас, где здесь есть архив фотофиксации, в данном разделе нет, есть вот, здесь свайные работы и фактические фотографии с проекта. Также есть инструменты верификации проекта для менеджера, которые позволяют выявить основные проблемы, например, о каких-то невнесенных данных. Эти инструменты отображают объекты, в которых возможны какие-то может быть что-то невнесено, где-то не хватает заданий или исполнительная документация уже должна быть внесена, но ее нет. или например не совпадает номер изма рабочей документации и загруженной сметы, не совпадает номер изма рабочей документации и той модели, которая используется в системе. Здесь ряд возможных проблем анализируется. Далее, используя эту информацию, вернемся немножко позже, также в системе есть инструменты строительного контроля, это общий реестр, общий реестр нарушений, которые также хранятся в привязке к структуре проекта, та карточка, которую мы ввели, здесь ее информация, которую ввели через модель, инструменты авторского надзора, которые включают электронный журнал авторского надзора, в котором зарегистрированы вопросы. Это копия бумажного журнала, журнал общих вопросов, в котором фиксируются другие возникающие вопросы, назначаются ответственные и фиксируются принятые решения, фиксируются отклонения от рабочей документации, реестр писем о замене материалов с привязкой к структуре проекта, здесь фиксируется вся переписка с заказчиком о изменении материалов и так далее, реестр замечаний к рабочей документации с привязкой к структуре проекта, и далее используя всю эту загруженную информацию появляется возможность формировать аналитические отчеты, для этого в системе предназначены инструменты блока строительства, инструменты блока инструментов штаб строительства, аналитические отчеты, в которых доступен общий архив отчетов, информация по истории монтажа, то есть это фактически события монтажа в системе, если рассматривать те, где уже был факт, то здесь по отдельному блоку строительства, по группе конструкции или по всему разделу можно сформировать, получить информацию о каждом элементе, который был смонтирован, или, например, применяя множество доступных фильтров, сделать консолидированный отчет по периодам, например, по неделям, по выбранному периоду, и, сгруппировав эту информацию, увидеть, в какой период, какие материалы, в каком объеме были смонтированы. Дальше есть предустановленные формы отчетов и отчеты для информационного сайта. Эти отчеты показывают информацию по объемам материалов, под каждым видом материалов, детализация до титулов, разделов, отдельных блоков строительства. Информация по объемам, по видам работ, например, здесь бетонирование всего 3200 кубических метров, фактически на данный момент 1415, что составляет 44%, и под ними также детализация до титулов, разделов, отдельных блоков строительства и до отдельных заданий подрядным организациям. Это можно вывести в Excel, но я дальше покажу отчеты о выполнении проекта. Информация по трудовым ресурсам, которая показывает в разрезе проекта иерархически показывает необходимые трудозатраты основных рабочих и трудозатраты механизаторов. В данном случае вы видите здесь для всего проекта 427 тысяч основных рабочих, 60 тысяч механизаторов и дальше детализация до титула, раздела, блока строительства и вплоть до отдельного задания. Показано по заданию, но по заданиям еще дополнительная информация по плановым и фактическим объемам, по единице измерения основного ресурса. Следующее, о чем я хотел сказать, отчеты, в данном случае менеджером уже загружены отчеты по проекту сформирована информация о распределении по сметных позиций по проекту, информация по спецификации, по общей спецификации проекта, и так как в системе это связано с графиком, элемент спецификации связан с заданием, задание связано с графиком, рассчитан период плановый по оперативному плану, то здесь этот отчет может показывать информацию о плановом начале работ и для службы материально-технического обеспечения давать информацию о том, какому числу понадобится этот материал впервые по проекту или дальше отдельно по дисциплинам и по разделам и так далее. Отчеты о соответствии номенклатур по материально-техническому соответствии номенклатур вернее рабочей документации и материально-технического обеспечения службы материально-технического обеспечения. Нужно еще сказать, что в модели зачастую смоделировано не все. Например, может быть не смоделировано какие-то работы по покраске или в КЖ это может быть не моделируется армирование все зависит от лот от уровня лот. И для таких работ, которые не моделируются в системе предназначены задания с другим видом расчета. То есть они получают свою информацию не из информационной модели, а в нее заносится информация из какого-нибудь источника об объемах. И эти задания также участвуют в расчетах. Следующий отчет. Отчет о заданиях подрядным организациям на определенный период. Сколько, какие работы по каким объектам должны быть выполнены и каким подрядчикам. Единица измерения объемы и остатки. отчеты по объемам монтажа проекта за определенный период. Здесь в данном случае за январь 2021 года информация к примеру о бетонировании в каких на каких объектах по каким заданиям было выполнено, сколько всего с начала проекта освоено, сколько на начало периода, сколько в периоде. И дальше информация по каждому дню, сколько фактически было освоено материалов. И общий отчет о выполнении проекта, который показывает на нескольких листах информацию. Первый лист это по видам работ, например, мы там рассматривали бетонирование и здесь также по бетонированию всего по проекту, факт с начала строительства, остаток от проекта, план на отчетный период в данном случае, это месяц январь 2021 года, план с начала месяца, факт с начала месяца и другая информация. Под этими отчетами, детализация, вернее, под этими, под видами работ, детализация до титулов, разделов, отдельных заданий на строительно-монтажную работу, отклонения от плана на месяц, на следующих листах, это информация по титулам, по каждому титулу, сколько в разрезе отдельного титула было видов работы выполнено, или сколько запланировано, дальше разделы, дальше блоки строительства и задания, по разделам, сколько, вернее, даже не по разделам, по дисциплинам, сколько всего по КЖ, по АР, по АС, видов работ, по каким титулам, какими организациями выполнено, и по подрядчикам, здесь, в данном случае, это удобно, когда настройки большое количество подрядчиков, удобно анализировать отдельно объемы каждого подрядчика, далее, лист с информацией о плановой интенсивности в указанном периоде, то есть, какие объекты, какие задания на строительно-монтажную работу должны выполняться, сроки выполнения, и дальше интенсивность ежедневно, и интенсивность накопительным итогом, сколько должно быть на эту дату освоено материалов, далее, лист с фактическими показателями, здесь в такой же структуре отображено, сколько по факту смонтировано, факт монтажа, вот, и следующее, что хочу показать, это диаграммы и графики, которые позволяют анализировать объемы в разрезе проекта, например, по бетонированию есть факт, и здесь отображена фактическая плановая кривая выполнения по виду работ, сколько всего бетона, в данном случае вы видите плановая кривая гораздо выше, что означает, что есть отставание, в плашке слева видно, что должно быть на данную дату, которая выбрана на графике, должно быть освоено вот там 2400 кубов, а по факту освоено 1357, графики эти можно масштабировать, их можно выгрузить отдельно, например, для отправки заинтересованным лицам, выгрузить их в формате HTML и также с ними работать в браузере, например, я выгружу этот график, и можно с ним работать в браузере, в нем сохранена эта информация, но вернемся к системе, далее, информация о потребности в основных рабочих механизаторах строительной техники, например, покажи один такой из показательных примеров, здесь согласно распланированному графику, этот график строится на основе графика строительно-монтажных работ, здесь видны пики, и пики видно, что интенсивность увеличивается примерно в середине августа, в первых числах августа 2020 года, и этот пик говорит, скорее всего, о том, что неправильно распланировано и может привести к срыву строительно-монтажных работ, но если рассматривать сейчас ретроспективно эти данные, то эта информация была известна до начала этого периода, и видя этот пик, можно подумать, что наверное, нужно перепланировать, чтобы нивелировать риск срыва монтажных строительно-монтажных работ, и если рассматривать ретроспективно кривую план-факту, которую я показывал по КЖ, то где-то в начале августа они начинают расходиться, то есть здесь налицо то, что тот риск был реализован, этот риск реализовался, и факт и план начали расходиться, то есть возможно это можно было устранить. на этом я думаю достаточно на сегодня мы рассмотрели как загружается модель в систему, какую информацию эта модель в системе загружает в систему это спецификация и структура проекта и сама геометрия модели, как связано с электронным архивом, рассмотрели то, как организованы архивы исполнительной документации, фотофакта, реестр нарушений, задания подрядным организациям, о том, как в системе работает график и как на основании всей этой информации получаются аналитические отчеты для того, чтобы своевременно контролировать, анализировать, принимать решения для того, чтобы нивелировать риски. Спасибо, Антон, передаю слово. Андрей, спасибо. Так, мне нужно поделиться, наверное, моим экраном. Так, момент, техническая заминка закончилась. Продолжаем. Какие преимущества внедрения ассистент билд можно получить? Мы рассмотрели много плюсов того, что тех инструментов, тех возможностей, которые есть, и здесь я бы хотел вернуться к нашему процессу информационного сопровождения строительства, напомнить всем о том, что это была серия вебинаров, и первая часть была посвящена тому, как мы управляем процессом проектирования. Запись вебинара, конечно же, будет доступна в дальнейшем, и вы ее также получите на почту, и давайте пройдемся заново по этому процессу и расскажем. У нас для начала создается информационная модель. В первой части вебинара мы рассказали вам всего шесть дней назад, как эффективно управлять процессом проектирования, как создавать задания для всех этих задач, где хранится информация, и как к этой информации кто имеет доступ, как организовать внутреннюю норму контроль и так далее. У нас создается информационная модель, мы разрабатываем сметную документацию, можем это сделать на основе информационной модели, в дальнейшем мы разрабатываем графики строительства работы, и начиная с этапа управления поставками и управления строительством, мы используем как раз таки Assistant Build, загружая информационную модель, используя исходную информацию и получаем ее в базу данных, на основе этой информации мы формируем задания подрядным организациям, производим мониторинг выполненных работ и осуществляем по сути на основе этой информационной модели и выдачи заданий итоги и по сути получаем необходимые аналитические отчеты и в том числе можно формировать акты CS2, CS3, CS11 и вести это все в автоматическом режиме самое конечно же главное, что Assistant Build достаточно гибок по отношению к пользователям, здесь пользователями могут выступать не только допустим прораб на строительной площадке или бригадир, в том числе и подрядная организация благодаря гибкой системе ролей могут выступать пользователями Assistant Build, в том числе используя веб-версию Assistant Build с ограниченным, немного ограниченным функционалом и вот этот проект и часть такого цикла, где мы ведем управление в Assistant Build формируя задания для подрядных организаций, проводя мониторинг этих выполненных заданий и в дальнейшем автоматически формируя как отчеты, так и необходимую информацию, мы движемся к завершению строительства. к самому желанному моменту в любом строительном инвестиционном проекте. Передача его в эксплуатацию, конечно же. Конечно, подробнее обо всей информации сегодня сказанной можно прочитать на нашем сайте assistantbuildcsd.ru оставлю вам также ссылку в виде QR-кода. Переходите, в скором времени будем готовить небольшие анонсы по функционалу, связанными с отдельно взятыми функциями такой мини-обзор. Также вы можете оставить запрос на бесплатную демо-версию assistantbuild.ru она не ограничена по времени использования, однако нет функционала загрузки сторонних проектов, то есть только тот проект, который представлен разработчиком. И давайте скажем в лоб, какие основные преимущества использования assistantbuild можно получить. Опыт применения на строительной площадке подказывает нам, что время на поиск консолидации необходимой информации и создание отчетов у нас сокращается как минимум в два раза. При этом все освоенные объемы учтены в полном масштабе и всегда находятся под контролем. также аналитические отчеты нам позволяют одновременно отслеживать пять показателей и зачастую это могут быть показатели из разных источников, которые сложно в рамках зоопарка из программного обеспечения как-то уместить. Здесь это все можно получить в автоматическом режиме. Так, позвольте момент. внедрение системы позволяет получить доступ к 100% все необходимые актуальные информации для участников строительства. Как я сказал ранее, система достаточно гибкая по отношению к пользователям и мы можем настраивать в том числе и политику пользователей и в том числе передачу заданий непосредственно внутри системы без использования допустим бумажной документации для подрядных организаций. На этом этапе я бы хотел перейти к сессии вопросов и ответов и обсудить накопившиеся у вас вопросы. Так, сейчас я чат выведу, чтобы мог зачитывать вопросы. что имеют на руках бригадир монтажной бригады, чтобы вести монтаж. Андрей, не уточните, пожалуйста, что помимо очевидной информации в виде рабочей документации и технологических карт и доступа к информационной модели может иметь бригадир на строительной площадке. Да, собственно, это и есть то, что имеет бригадир на строительной площадке. Инструмент, основной его целевая аудитория не бригадир. Бригадир получает доступ к этой информации и также на площадке работает. Здесь нужно говорить о том, что инструмент предлагает для анализа работы бригадира, о том, как проходит строительство, о том, на каком этапе сейчас проект. То есть для бригадира здесь, да, здесь возможность доступа к модели, к рабочей документации, к исполнительной документации. Задания подрядным организациям, конечно. Как выглядит процедура внесения изменения в рабочую документацию? Такой же примерно вопрос совсем недавно слышал на него ответ. Да, мы рассматривали внесение изменений в самом источнике, в части электронного архива, где происходит хранение, выдача разрешений на изменения и так далее. То есть, например, по письму от заказчика, формируется, которое регистрируется и регистрируется и здесь при необходимости в системе управления строительством дальше в электронном архиве выдаются разрешения на это изменение, выдаются задания на изменения в листах рабочей документации. Проходит изм, появляется новая модель, новая модель выгружается в систему, при этом фиксируется, если вы заметили, когда структуру показывал, там возле каждого раздела фиксируется текущий номер изменения, фиксируется текущий номер изменения сметы, текущий номер изменения загруженной модели. В общем-то, сам механизм выдачи изменений мы рассматривали в предыдущем вебинаре. Там же, я так понимаю, там запись одна будет, да, и прошлый этот. Да, скорее были две отдельных, они же все-таки часовые, два часа за раз будет достаточно тяжело, наверное, посмотреть. А в электронный архив строительной части поступает всегда только актуальная версия документации на верхнем уровне, но с возможностью доступа к предыдущим версиям измененных документов. Да, это было в самом начале, как раз таки, когда мы переходили в вкладку электронный архив, там было видно, что имеется доступ как раз таки к верхнему уровню, но мы всегда можем открыть уровень ниже и посмотреть, допустим, номер изма. И как показывал Андрей, всегда понятно, когда, допустим, тот или иной изм был загружен. А сама измененная модель, она заново выгружается в систему, при этом формируется в инструменте сравнения спецификации BIM-модели с инструментом, вернее, со спецификацией рабочей документации, там фиксируются, какие позиции добавлены, какие удалены, какие изменены, то есть изменилось количество или, например, номенклатура поменялась, это фиксируется в этом инструменте, отображается ярлычок с изменением, ну и, соответственно, по каждой позиции ведется история изменений. коллеги, я вижу, на самом деле, еще дополнительные вопросы, но давайте, давайте поступим так, на слайде есть мой e-mail, также есть дополнительный e-mail, если вы перейдете на сайт assistantbuildcsd.ru, там вы найдете e-mail, который называется просто absobakacsd.ru, по этим e-mail вы можете задавать свои вопросы, и получите на них обязательно ответ в ближайшее время. Вот, подводя итоги, наверное, всего прошедшего вебинара и такой небольшой у нас серии, хочу сказать, что, во-первых, конечно же, BIM-проектирование это не так тяжело, как об этом все думают, что используя правильные подходы к началу управления проектной деятельностью можно построить процессы эффективно и использовать всю выгоду от внедрения данной технологии и в том числе масштабировать ее на этап строительства для всех, для многих даже, это будет очень важным шагом. Ну, и, конечно же, хочу сказать, что хочу напомнить всем тем, кто до сих пор не использует BIM, что, надеюсь, вы помните, что люди, которые когда-то не перешли с кульманов на 2D, об этом пожалели, что им пришлось как-то осваивать автокады, но сейчас нужно, конечно же, идти вперед и осваивать информационное моделирование и двигаться вперед. Всем хочу пожелать совершенствовать свои навыки, быть впереди, всегда знать то, что информационная модель это не только про проектирование, это еще и про строительство и когда-нибудь мы научимся и сейчас прорабатываем варианты такие небольшие инсайды использования модели на этапе эксплуатации. Всем большое спасибо и до свидания, до новых встреч. Спасибо. До свидания. и до новых встреч. Продолжение следует...